Добрый день, друзья! Сегодня продолжаем чтение. Вторая статья идет в рефрине с первым докладом по когерентным материалам. Здесь напрямую эта статья связана именно с когерентностью, с тем, что через определенное вещество проходит поток энергии. Или модулируется этим веществом, или же меняет свойства этого вещества. В первой части я говорил о том, что можно формировать специальные материалы, когерентные материалы именно в потоке энергии. Так возникла наша жизнь на Земле, так она развивалась. Есть очень много интересных, достаточно больших, скажем так, монографий, публикаций, книг. Которые подробно расписывают все эти процессы. Нас интересует именно это направление в разрезе того, что мы движемся к определенной стадии развития. То есть мы идем именно в технологическую стадию, именно развитие технического прогресса, еще раз подчеркиваю. Ну и развитие человечества, потому что это все достаточно серьезно связано друг с другом. И там, там мы уже будем иметь дело с совершенно другими материалами и техникой. Она будет абсолютно другая. Отличаться от нашей, которой мы сегодня пользуемся. В стадии технократической, еще раз подчеркиваю, мы сейчас переживаем стадию технократии, когда машины еще пока отделены от человека. И настолько мы как бы отчуждены от мира и от результатов нашего труда. Но в будущем будет происходить интеграция человека и машины. То есть машина все больше и больше будет входить в человека. И на стадии биологической цивилизации, это уже следующий этап развития, мы уже настолько соединимся со своей техникой, что станем единым целым с ней. Абсолютное будет слияние нас и техники. Техники того, что мы создадим своими руками. То есть мы фактически создадим новый мир. Мы станем выступать в роли божеств, богов, которые управляют природой, ее законами и так далее, и так далее. То есть это полный апофеоз развития человечества, если, конечно, мы пройдем этот этап. И об этом, в общем-то, пишут все священные книги и намекают вам об этом. Очень четкие, ясные слова можете прочитать и в Коране, и в Библии, и в других источниках, и в древнеиндийских эпосах, и так далее. Везде эта мысль идет. То есть человек идет определенным путем. Определенным путем развития. И в результате, если человечество не гибнет в катаклизмах, оно приходит к определенному этапу развития, когда люди становятся божествами. У нас все это внутри есть. Наш потенциал огромен, его только нужно раскрыть. Итак, мы сегодня посвящаем ролик так называемому направлению фармацевтики, информационные медицинские препараты. Я прочитаю статью, поэтому она небольшая. Здесь очень объемный практический материал, то есть подтверждение моих слов. Я здесь из статьи, скажем так, удалил некие технологические моменты, связанные с ноу-хау, потому что это все-таки некие затраты. И в дальнейшем, если это все дело развивать, конечно, это будут коммерческие какие-то предприятия с вложением средств. И, соответственно, с патентованием вот этих всех достижений. И это делается именно для инвесторов, которые придут в проект, которые будут плодать деньги. То есть, если бы этого условия не было, то, конечно, был бы все моменты, нюансы статьи раскрыты перед вами. Вот. Я именно придерживаюсь такого взгляда, то есть открывая по возможности, если есть такие как бы предпосылки, всю информацию, вы уже сами думаете, что-то, может быть, сами делаете, потому что, в общем-то, мы все должны двигаться в этом направлении. Вот. Но так как это все требует огромных затрат, огромных вложений финансовых и так далее, потому что без этого мы, в общем-то, будем топтаться на месте и, возможно, прекратим свое существование в ближайшем будущем. Поэтому, чтобы этого не произошло, вот, пожалуйста, обратите на мои слова внимания должное и сделайте определенные выводы для себя и начинайте уже что-то уже делать для всего человечества, всех людей. Итак, начнем статью читать. Я зачитаю, здесь не так много. Текст небольшой, в отличие от того, что я, в общем-то, зачитывал в предыдущем ролике. Вот. Но достаточно интересный материал. По крайней мере, вам даст понятие, где, куда нужно двигаться и чем надо заниматься. То есть это уже, в принципе, доказанное. Доказанные эффекты. Вот. Толщина статьи. Здесь в основном практические материалы. То есть то, что мы, какие исследования мы провели, я уже об этом говорил. Вот. И что мы в результате получили. Вот. То есть подтверждение стопроцентное именно работы того, о чем я буду говорить. Итак, к рассмотрению представлено это введение. В статье к осмотрению представлены теоретические прикладные аспекты создания информационных медицинских препаратов, основанных на известных и подтвержденных многочисленными экспериментами эффектов переноса информации об активной компоненте лекарства или вакцины непосредственно объекта воздействия. То есть пациент. Воздействие идет по косвенному пути. То есть препарат не вводится перорально, назально или с помощью, например, инъекций, а изготавливается специальный его вариант в виде форм-фактора пластины аппликатора. Вот я вам показываю прототип такой пластины аппликатора. Вот может он оформить, оформен быть вот такой вот как бы препарат информационный, который начинает контактировать с телом пациента и, в общем-то, определенным образом на пациента воздействует. Который по определенной методике используется пациентам. О чем я вам говорил. Методическая и теоретическая часть. Это я зачитываю статью. Медицина и фармацевтика, в частности, одни из главных направлений человеческой деятельности. Нацелено на поддержание, восстановление здоровья людей, улучшение качества и продление жизни человека. С древних времен и до наших дней я немножко расскажу о как бы истоках медицины. С древних времен и до наших дней люди для лечения многих заболеваний использовали, да и поныне применяют лекарственные препараты, которые представляют собой отвары или порошки, например, стеблей или корней лечебных трав, листьев и коры деревьев, минералов. Человек рано заметил, что многие растения при употреблении им их в пищу не только удовлетворяют голод, но и оказывают на него лечебный эффект. Так возникли основы фармацевтики. По мере развития технического прогресса фармацевтика получила огромный толчок в развитии. И на сегодняшний момент мы имеем достаточно развитую фармацевтическую область, в которой используются все самые последние достижения научного и технического прогресса. В связи с развитием производства искусственных веществ наметилась и в фармацевтической отрасли большая проблема. Все эти экстрагированные компоненты, а фармацевтик стремится работать с чистыми активными компонентами, влияют не совсем положительно на организм человека. Тут идет речь об введении этих веществ внутрь тела человека, конечно. Проявляются так называемые побочные эффекты. Природные же формы содержат активный компонент, недостаточных для быстрого воздействия на организм человека количества, плюс с большим, не всегда безопасным набором разных посторонних химических соединений. В ряде случаев дополнительный набор химических соединений принимает участие в действии активного компонента положительным образом. Иногда это бывает так. Концентрированный же или искусственный вариант лекарства оказывал более эффективным и значительно сокращал время лечения. Поэтому усилия многих научно-фармацевтических центров сейчас нацелены не только на разработку новых лекарств, но и на борьбу с побочными эффектами. И на эти разработки уходит много средств и времени. Второй узкий момент производства лекарственных препаратов – это их порой высокая себестоимость. И не все категории населения в состоянии обеспечить себя такими препаратами. Хотя потребность в них, то есть фактический спрос, может быть весьма высоким. Поэтому сейчас встает задача, во-первых, решить проблему безопасности лекарств. То есть убрать из препаратов все побочные эффекты и избавиться от противопоказаний на прием лекарств. Во-вторых, необходимо создать такие условия для реализации лекарственных средств, чтобы цены на лекарственные препараты были доступны всем слоям населения в равной степени. Ну, что касается лекарств, и лечения, я, в общем-то, склонен к тому, что организм человека в определенной степени, в определенном состоянии может справиться со многими проблемами, которые в нем возникли. Но ему, организму, надо дать энергию. Разработан, вы знаете, у меня прибор, КУТ называется, многие его приобрели и с удовольствием пользуются. Этот прибор как раз и нацелен на то, чтобы накачать, дать вот эту энергию человеку для внутреннего оздоровления. То есть, при пользовании этих прибором возникает некий потенциал, который в ряде случаев и, скажем так, исправляет какие-то дефекты внутри организма, если это еще возможно исправить. То есть, оздоравливает человека и это человек делает сам. То есть, за счет поступившей энергии именно в тело человека. Такой вот, как бы, универсальный препарат, лекарство, можно назвать его, именно который служит для того, чтобы сделать жизнь человека именно комфортной. В данной статье, это я дальше продолжаю чтение, в данной статье мы поможем, покажем вариант решения, указанной выше проблематики, несколько нетривиальным, путем, потому что последние тенденции развития научной деятельности, теоретических взглядов на существующую реальность вошли в сложные противоречия с опытными, экспериментальными данными, опубликованные многочисленными и доступными каждому источнику. То есть, уже есть очень много работ, серьезных, с использованием научного и лабораторного оборудования, которые подтверждают некие эффекты. В этой статье есть огромное количество, то есть, проведен огромный эксперимент такой достаточно, ну, он среднемасштабный, но который подтвердил вот эти вот эффекты. То есть, это уже, скажем так, научный подход, научный метод используется для подтверждения этих эффектов, но, к сожалению, скажем так, существующий набор взглядов, мировоззрение еще не позволяет нам сделать вот этот шаг и осмыслить вот эти результаты. В существующих научных публикациях, это я дальше продолжаю чтение, в существующих научных публикациях экспериментально и приборно, о чем я говорил, подтверждены многочисленные эффекты переноса информации с одного материального объекта на другой, через определенные манипуляции, например, через процесс модуляции электромагнитного или неэлектромагнитного излучения, что вызывает споры у многих ученых, материальным объектом, то есть, скажем, излучение пропускается через какой-то объект, например, лекарственное средство, какую-то лечебную траву, вот, и, соответственно, идет предметная модуляция, то есть, уже излучение на выходе уже имеет некие характеристики, которые отражают свойства объекта, из которых это излучение прошло. Вот, дальше продолжаю чтение, с которым необходимо перенести информацию и обработка другого, материального объекта, куда необходимо перенести данную информацию при помощи этого модулированного излучения, то есть, нам нужно эту информацию где-то записать, вот, как на магнитной ленте, как на флешке, вот, сейчас записываем, вот, то есть, необходимо некое вещество в каком-то определенном агрегатном состоянии, чтобы вот эта вот модуляция там застыла, вот, мы как бы говорили о когерентных материалах вчера, не вчера, вот, в предыдущем ролике, вот, и как раз вот это вот и происходит, то есть, мы делаем материал когерентным, то есть, идет, скажем так, изменение физического состояния объекта, таким образом, что информация начинает там оставаться, то есть, она фиксируется там жестко, то есть, мы получаем второй материальный объект, который содержит информационный оттиск, то есть, о чем я говорил, первоначального объекта, хотя такой информационный оттиск еще необходимо как-то практически использовать в конкретных целях, то есть, например, в форме активного компонента лекарства, что открывает новые перспективы дальнейшего развития фармацептики, то есть, несмотря на то, что мы получили оттиск, скажем, этого материального объекта в другом материальном объекте, это обычно какие-то вещества, меняющие агрегатное состояние, я уже об этом раз говорил, нам нужно, чтобы этот объект начал работать, то есть, он должен, скажем так, модулировать какие-то излучения, например, наше излучение, наше биополе, в этом смысл воздействия вот этого информационного лекарства на организм, вот как-то это нужно сделать, то есть, там, скажем, если просто мы возьмем вот этот уже полученный новый объект с записи информации и попробуем его каким-то образом использовать, у нас это не получится, потому что нужен вот этот переход, переходный вот этот вот уровень, когда мы опять же возвращаем вот эту вот как бы записанную информацию уже на другой объект, именно человека, вот за счет того, что мы, скажем, усиливаем и преобразуем этот сигнал при, например, воздействии на него биополе человек, биополе человек выступает в роли опорного пучка, который проходит через вот этот вот подготовленный препарат и возвращается обратно вот в смысл информационного лекарства в этом, и мы сейчас это рассмотрим. На основании долгосрочного опыта информации из научных работ последних лет авторы в статье пытаются найти решение, как сделать лекарства доступными и безопасными для человека. Рассматривается комплексный подход к дизайну новых лекарственных препаратов. Например, как было указано выше, недостаточно осуществить запись информации, о чем я говорил, на другое вещество, надо еще сделать так, чтобы этот посредник между активным компонентом лекарства и человеком эффективно выполнял свою функцию. Авторами был разработан, а фактически открыт новый подход к анализу существующих материалов на предмет их использования в конструкции новых лекарственных средств. Этот новый взгляд позволил выделить среди многочисленных материалов именно те, которые бы служили усилителями, преобразователями и излучателями той информации, которая содержится в активном веществе лекарства или его репликой на материальной копии. То есть мы фактически не помещаем лекарства внутрь человека, а воздействуем извне этим лекарствам и воздействуем не в виде каких-то мазей и так далее, а непосредственно через излучение, которое мы люди скажем так имеем в своем теле. Взаимодействие с друг с другом и с окружающим пространством такие структуры образуют полиинтерференции, где можно наблюдать так называемый энергетический пущность. То есть мы берем вещество, скажем, когерентное вещество, определенным образом подготовленное, проходя через которое какие-то излучения, они начинают коррелировать с этим веществом, то есть взаимодействовать. Вот о чем я говорю, что будущая техника это техника когерентных материалов, то есть тех материалов, которые взаимодействуют с человеком, то есть взаимодействуют с теми полями, с тем излучением, которые мы производим, как живые объекты. За счет возникновения пущности идет эффект усиления преобразования электромагнитных и неэлектромагнитных компонентов излучения, которое проходит через данный тип вещества. То есть данный тип вещества является структурным усилителем, преобразователем, проходя через него излучение разной природы, то есть все излучения, которые и свет, и электромагнитные и неэлектромагнитные компоненты, проходя через это вещество, они преобразуются, усиливаются, то есть мы можем создать такие вещества, которые усиливают эффект, то есть делают излучение мощным, то есть они которые поднимают энергетику проходящего звучания именно за счет амплитудного усиления. Было практически обнаружено и доказано, что такие материалы идеально подходят для конструирования резонаторных слоев, усиливающих эффект переноса информации в объекте. То есть все совокупности признаков, характерных для материального тела, в том числе его свойств, например, свойств лекарственного вещества, как активного агента при лечении различных заболеваний человека. Для различных видов медицинских препаратов нового поколения, так называемых лекарств косвенного действия, назовем ЛКД лекарства, то есть лекарства косвенного действия, которые не вводятся пероральным, то есть не помещаются внутрь человека, а находятся вовне. Такие материалы способствуют выделению необходимых компонент, цук излучений, исходящего от препарата, за счет эффекта восприятия их электронным газом внутри кулоновского трактора, квантового резонатора. То есть вот эти вещества, которые реагируют на излучение, это некие концентраторы излучения, то есть это резонаторы, и причем в них происходит мощное усиление излучения, то есть фактически взрывоподобное усиление. То есть там формируется некое облако электронное, которое имеет в центре, центр аккумуляции, так называемый. Это теория Васикайла, причем энергия в этом центре аккумуляции стремится к бесконечности, я подчеркиваю, бесконечности. То есть она бесконечно большая. То есть фактически мы выходим уже в другое пространство в результате вот таких эффектов. И вот этот выход в пространство и есть выход в информацию. То есть чистая информация, взаимодействие с этим аттрактором и преобразуется уже в некое излучение, в модуляцию того потока, который через это вещество проходит. Это вообще, скажем так, можно назвать прорывом, открытием современности, который радикально позволит нам преобразовать, в общем-то, наше общество и нашу жизнь. И это достижение Филиппа Ивановича Васикайла, я считаю, что одного из выдающихся физиков, теоретиков современности. Под воздействием информационного потока первичной электромагнитной или неэлектромагнитной компоненты в квантовом резонаторе электроны меняют свои спиновые характеристики. И тем самым воспринимают и записывают поступающую в них информацию. В результате образуется поле интерференции, записанные на нем информационные компоненты о состоянии передаваемого вещества. Происходит также ее усиление в этом поле. При взаимодействии с телом человека, который излучает в том числе различные электромагнитные и неэлектромагнитные волны, с модулированным таким образом резонатором, идет модуляция уже поступающей в резонатор, излучаемый человеком спектр, о чем я и говорил, который также и дополнительно усиливается. Все это вновь на выходе воспринимается телом в месте контакта с резонатором. То есть вот такой резонатор, вот он контактирует с телом. И соответственно идет взаимодействие. То есть вот этот резонатор сделан таким образом, что любой стороной он начинает, он работает. Вот он, такой кулон. Вот, дополнительно усилится. Все это вновь на выходе воспринимает телом, место контакта и зонатора. А так работает данное устройство. Еще раз стоит подчеркнуть, что явление эффекта модуляции и усиления открывает большие перспективы в плане создания совершенно новых, на новом физическом принципе, лекарств и препаратов. Струирование новых активных веществ, существующих не в виде химических компонентов, а в виде энергетического информационного вещества в теле квантового резонатора. Эти новые лекарства не будут иметь побочных эффектов и смогут быть широко использованы как совершенно новый основные или сопутствующие лекарственные препараты. То есть это не отменяет медицинских препаратов, которые принимаются внутрь. Это дополняет их на первых этапах перехода для лечения широкого спектра заболеваний. То есть мы не наступаем на медицину, мы ее просто дополняем новыми средствами. И стоит еще раз подчеркнуть, что такие препараты косвенного действия могут быть дешевой альтернативой дорогостоящих лекарств. То есть легко тиражируются с минимальной материальной затратой миллионными тиражами за короткий срок. Однамомент исчезает угроза возникновения побочных эффектов от применения лекарственных средств. Уменьшаются периоды разработки лекарств, так как лекарства априори не имеют побочных эффектов. Экономятся значительные средства для поисковых научных работ. В области химических веществ и технологий их изготовления не нужно использовать дорогостоящие промышленные оборудования для производства химических активных компонентов. Появляется область фармацевтики, которая разрабатывает совершенно иные формы лекарственных препаратов, основанных на чистой информации. Дальше идет практическая часть, вот я вам ее показываю, практическая часть с таблицами. Я не буду их зачитывать и проводить, здесь очень много, порядка десятка листов, таблицы, таблицы, таблицы. Вот я вам зачитаю выводы, которые сделаны на основе вот этих вот экспериментов, которые показали стопроцентную, подчеркиваю, стопроцентную эффективность этих препаратов. То есть даже лучше, чем аналог реальный, который, в общем-то, использовался. Значит, исследование, оно, ну скажем так, отвязано от эффекта плацебо и операторного эффекта, так называемого. То есть это ротест Агейнка, то есть определение предраковых состояний, раковых, с помощью анализа СОИ. То есть это анализ крови на осаждение ретроцитов. Вычисляется коэффициент Агейнка, он составляет где-то 1,5. И на основе этого делаются выводы, то есть мы брали, скажем так, уже проверенные и доказанные клинические случаи онкологии, то есть онкологических больных и тестировали их на, скажем так, на то, что в их крови содержатся антитела, то есть антитела на так называемые онкомаркеры. И эти онкомаркеры как раз являются некими, скажем так, сигнальными элементами, по которым можно определить онкологию в теле человека. И мы брали, значит, выборку, где были здоровые люди, в том числе я принимал активную участие в этой работе, где были здоровые люди и больные онкологии, различными онкологическими заболеваниями. И при использовании вот этих вот матриц брался реальный препарат, который так называемый РОД-тест, и брался аналог информационный в виде таких матриц, которые использовались. И брался еще препарат, как бы такая промежуточная стадия, это запись на какие-то изменяющие агрегатные состояния вещества. Вот тот реальный препарат, он со временем, скажем так, потерял активность. Он имеет срок действия, он хранится в замороженном состоянии, достаточно дорогостоящий. Такой препарат можно сделать, заказать в лаборатории где-то по цене 150 тысяч рублей. Вот, представляете, так, им можно провести, работать только 5 дней. Вот, потом он приходит в негодность и теряет свою активность. Так вот, информационный препарат, он работал на протяжении длительного срока, около 20 дней мы, по-моему, где-то проводили эти исследования, и эффективно определял здоровых и больных людей. То есть, это прорыв хотя бы даже вот по этому тесту. То есть, можно массово активно тестировать население на предмет онкологии. Это прорыв огромнейший. То есть, можно в любой поликлинике прийти и за 2 часа определить, есть ли у вас онкология или нет, уже начать быстрое лечение и определение предраковых состояний. То есть, когда коэффициент увеличивается, соответственно, надо уже бежать в поликлинику, в больницу и проверяться, активно искать онкологию внутри тела. Вот. То есть, мы можем, в общем-то, сохранить огромное количество людских ресурсов, людей. То есть, вовремя обратить внимание на возникновение онкологических заболеваний. Итак, я читаю выводы и заканчиваю свой доклад. Настоящая работа является первым шагом для проведения широкомасштабных исследований в направлении разработки новых видов лекарственных препаратов, которые имеют свойство информационного переноса действующего лечебного агента посредством полей, излучаемых самих человеком, что открывает новое направление развития фармацевтики, так и медицины. В результате научных изысканий и практической работе по конструированию средств переноса информации были разработаны и фактически испытаны на небольшой выборке пациентов изделия, которые показали эффект записи переноса информации с, например, лечебного препарата на специальные резонаторные пластины и в дальнейшем на пациентов с фиксацией четкого результата такого переноса. Здесь мы, скажем, отвязались от пациентов, мы как бы пациенты в этом участвовали только косвенно, то есть это препарат не воздействовал непосредственно человека, определял именно вот эти вот состояния, онкологии или предонкологии. Очень важным аспектом является доказательная теоретическая база, объясняющая эффекты информационного переноса, базирующая на существующих физических теориях, то есть теории уже есть, они опубликованы, они переведены и опубликованы в зарубежных источниках, то есть мы базируемся на уже достигнутых физических эффектах и как бы, ну, того, то, что уже существует и то, что доказано, и в частности нашей деятельности. Вы можете посмотреть место моей работы, такой большой ролик именно про институт, в котором я работаю. Сейчас я работаю в другом месте, вот, и вот на базе этого института и как раз проводились вот эти масштабные работы по получению когерентных материалов, по именно разработке вот этой теории именно когеренции, то есть взаимодействие вещества, энергии с веществом и формирование энергии вещества, то есть энергия формирует когерентное состояние вещества, потому что мы когерентные существа, люди, в которых именно работают когерентные материалы, они структурированы, они взаимодействуют с энергетическими потоками. Вот что очень важно понять и что является основным, как бы, основной идеей для того, чтобы нам двигаться дальше. Теория объясняет с точки зрения квантовой физики явление, происходящее на уровне атомов и молекул, вещества, которые являются когерентными резонаторными системами, подчеркиваю, когерентными резонаторными системами и объясняет их взаимодействие с полями, излучаемыми человеком и животом. Вот на этом статья заканчивается. Надеюсь, я вас заинтересовал, может, в какой-то степени заинтриговал, но уже все, как бы, идет в ключе научных разработок и исследований, то есть серьезных, серьезных разработок, это не какой-то, скажем так, какие-то домыслы и непонятно что. Вот это реально доказанные факты, которые вот можно посмотреть, почитать. Статья у меня есть, вот, с экспериментальными данными, вот она, как бы, реально существует, реально проведены эксперименты, то есть это уже первый маленький шажок в сторону именно движения в новое общество и в новый мир. Вот, спасибо за внимание, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, голосуйте за мои ролики, ну и всего вам доброго, не болейте. До новых встреч!